Рад всех видеть, друзья! Прекрасный день сегодня для того, чтобы прославить Бога, изучать Писание, быть вместе. Аминь, друзья! Сегодня, заметьте, все очень по-весеннему, и бегут ручьи, и все это так в воде. Я пока доехал по Симферопольке и по Амкаду, у меня, походу, машина крестилась во всех этих брызгах. Да, то есть это сколько у нас, 19 прибавлений, это 20-е будет у нас. Аминь, друзья! Но, на самом деле, я хотел сказать, что на этом неделе у нас крестился Леша Калмыков. Давайте его поприветствуем. Леша, поднимись, пожалуйста, встань, встань. Вот он! Классно! Слава Господу! Слава Господу! Итак, братья и сестры, мы заканчиваем нашу серию проповедей о свободе, призванной к свободе. И это, на самом деле, потрясающий момент, потому что тема свободы всегда была очень актуальной не только для церкви, но и для мира. Свобода – это то, чего люди всегда хотели, добивались, то, о чем они отстаивают, то, о чем они спорят. И даже многие ради свободы и независимости клали свои жизни, жертвовали своими жизнями и до сих пор жертвуют для того, чтобы отстоять какие-то свои свободы. Но, на самом деле, свобода, как вот этот вот элемент, который все жаждут, это также является очень часто предметом спекуляции и манипуляции. Вы заметите о том, что всякие политические, общественные силы и даже в рекламе тему свободы используют очень часто. В лозунгах, в призывах, в обещаниях, которые тебе дают. Там реклама сигарет и каким прерии там что-нибудь такое свободное, хотя на самом деле это порабощает. Или реклама пива всегда очень такие свободные, расслабленные люди, молодые, веселые, все такие, знаете, как вот там реклама алкоголя. Все это спекуляция на тему свободы. Знаете почему? Потому что эти люди, они выяснили вот это внутреннее стремление к свободе каждого человека. Вот это естество личности. О том, что это на самом деле живет в каждом человеке. В каждом. И все это началось еще со времен грехопадения Адама и Евы, когда человечество стало зависимым, стало рабом не внешне, но душа попала в рабство из-за греха. И вот это вот внутреннее, иногда осознанное, иногда неосознанное стремление к свободе, она живет еще с тех времен у человека. И многие этим активно пользуются. Но, если мы понимаем, что это на самом деле стремление души, если мы понимаем, что это на самом деле стремление сердца, то мы приходим к той истине, о которой братья проповедовали в течение нескольких месяцев нам. Но, что на самом деле, если Иисус освободит вас, то вы станете воистину свободными. Там, где дух, там именно свобода. Именно истина освобождает человека. И давайте мы поблагодарим всех братьев, которые нас ввели в этой проповеди, в этой серии проповедей, говорили нам о свободе. Потому что, на самом деле, это очень актуально для нас сегодня. Очень актуально. Моя проповедь сегодня называется «Открытая дверь». Вот такая открытая дверь. И за ней вот все, что вы видите. Аминь, друзья. Но я хотел вам показать другую фотографию, следующую. Вот это остров. И на этом острове очень известная и знаменитая тюрьма. Алькатрас называется. Сейчас она уже не действует. Сейчас там какой-то музей и так далее. И на самом деле, весь драматизм ситуации в том, что буквально на другом берегу вы видите Сан-Франциско. И то есть, другими словами, заключенные, которые сидели в этой тюрьме, они видели Сан-Франциско. Они слышали звук свободы. Они видели огни свободы. Они видели жизнь свободную из окна своей тюрьмы. Но не могли воспользоваться этой свободой. Свобода краешком попадала в их заключение, и это причиняло им еще большую боль. Потому что ты не мог быть там. Это драматизм многих христиан на самом деле. Бог нам кричит о свободе со страниц Писания через Иисуса Христа, через учение Его, через Дух Святой, через свой образ какой-то. Он нам говорит, мы слышим об этой свободе, мы чувствуем эту свободу, она где-то рядом. Но как будто бы мы порой не можем ее ощутить полностью, потому что до сих пор сидим в своей внутренней тюрьме. Мы ее видим, но не ощущаем. И знаете, я хотел начать свою проповедь с одного отрывка, и она очень похожа, вот о чем мы говорим. Тюрьма на острове. Мы знаем о том, что апостол Иоанн в свое время был сослан на остров, и там проходил заключение, на остров Патнос. И вот тоже был остров, и вот тоже было заключение там. И вот смотрите, что апостол Иоанн пишет. Мой первый пункт называется «Бог, открывающий двери». Бог, открывающий двери. Откровение 3 глава, 7-8 стих. Вот что пишет Иоанн, который тоже сидел в заключении и, казалось бы, был не свободен. Но он пишет церкви Филадельфии. Он говорит «Ангелу церкви Филадельфии напиши, так говорит святой и истинный, владеющий ключами царства царя Давида». Он открывает, и никто не закроет. Он закрывает, и никто не откроет. «Я знаю твои дела», — говорит Иоанн. Говорит Иисус здесь на самом деле. «Смотри, вот я открыл перед тобою дверь, которую никто не может закрыть. Я знаю, что у тебя мало сил, но ты все же держался Моего Слова и не отрекся от Моего имени». Бог открыл апостолу Иоанну видение открытой двери в тот момент, когда он находился в заключении. Когда ты как будто бы не можешь, но Бог говорит «нет, ты не понимаешь принцип, вообще дело не в этом. Я — это тот, кто открывает и закрывает двери. Я открыл перед тобою дверь, и никто не может ее закрыть». Аминь, друзья. Я когда был маленьким ребенком, мой мир ограничился моим двором. Шестнадцатый дом, мои друзья и двор. Даже семнадцатый дом и там двор в семнадцатом доме был вообще абсолютно чужим миром для меня. Какой-то другой вселенной. Я туда даже боялся ходить. Там другие бабки, другие собаки, все другое было и так далее. Потом, когда я уже стал подростком, мой мир расширился. Расширился до пределов города. Я ездил туда, я ездил на тренировки, я ездил еще куда-то. Когда я стал студентом, мой мир еще больше расширился. Я переехал в Москву. И будучи учеником Иисуса Христа, я узнал Москву даже больше, чем коренные москвичи. Потому что я всю ее облазил на свиданиях, на проповедях, на встречах учеников и так далее. Я знал ее. Провожал сестер куда-то. Иногда не опаздывал на последнюю электричку и познакомился с ночной Москвой еще. Потом, когда я уже повзрослел, я еще больше, я как бы стал работать на церковь, я стал миссионером, я стал узнавать нашу страну. Мой мир еще больше расширился. Я поехал в Ростов-на-Дону, я поехал в Волгоград, я поехал в Санкт-Петербург, я еще куда-то поехал. Ереван – это другая страна уже. Ну, в Ростове есть район на Хичеване, вот там Ереван, прям Ереван. А когда я стал старше, я стал познавать мир. Я поехал на конференции, вот подобной поездке, как у Сережи с Эндрю было. Спасибо ему большое за хорошие новости оттуда. Но потом, братья и сестры, случилось что-то невероятное вот в последние годы. Мой вот этот вот огромный мир, который расширился, я думаю, в следующей стадии, это уже космос, наверное, был бы. Вот этот огромный мир вдруг кто-то захотел обратно запихнуть в тюбик. Во время пандемии меня буквально на несколько месяцев закрыли в замкнутом маленьком пространстве, которое называется «Моя квартира», и сказал, не выходи оттуда. А я как? Вот они сжимают, сжимают, и сегодня, когда мы наблюдаем, когда это закрылось, то закрылось, там Сережа переживал, что границы закроются, сюда не пускают, туда не запускают, я как будто бы, меня сажает на остров Патмос. И он был апостолом, проповедником, который объездил весь мир, а потом его взяли и посадили на остров Патмос. И ты думаешь, вот она, не свобода. Но в этот момент Господь говорит, я открыл для тебя дверь. Никто не может ее закрыть, никто абсолютно. И апостол проповедует об этом церкви Филадельфии. Аминь, друзья. И даже когда мы сидели в заперти во время пандемии, вы подумайте о том, что Бог на самом деле открыл дверь для общения. Он эту церковь создал, никакая пандемия не может ее закрыть. Мы нашли другие каналы, мы нашли другие возможности. И сейчас, когда закрывают и тебя скрепляют все вокруг власти или еще кто-то, это ничего не значит. Потому что Господь открыл дверь. Этот отрывок на самом деле придает мне очень много смелости. Он наполняет меня, что решение Бога и Его власти больше, чем решение людей и их власть. Больше, чем обстоятельства. Больше, чем реальность, которую ты себе представляешь. Аминь, друзья. Иисус. Именно Он отворяющий и затворяющий двери. У меня нету примеров, как, например, у Ника Вучича, который без рук, без ног живет полной жизнью. У него там все двери открыты и в спорт, и в семейную жизнь даже и так далее. Но у меня есть свои примеры, как Господь открывал для меня двери. Простые. Я знаю, что эти примеры очень похожи на ваши. Мы долго молились о первом ребенке, о сыне. У нас не получалось. У нас был выкидыш первый. Потом были многие-многие месяцы сотворения. Но Господь сказал, я открыл для тебя дверь. И Богдан родился. Бог дал. Аминь, друзья. Это классный момент. Он здесь, ученик Иисуса Христа. Мы много-много молились за родителей. И было много обстоятельств, которые казалось бы, что двери закрыть. Они живут в другом городе, им много уже лет. Но Бог открыл эту дверь. Приезжали туда ученики Иисуса Христа, проповедовали, и они крестились. Аминь, друзья. Это классный момент. Сережа Кононенко много лет молился о том, чтобы я служил в Московской Церкви Христа. Не было никаких предпосылок. Я был в питерской группе. У меня были какие-то там тысячи километров от Москвы. Я служил и планировал всю жизнь там служить. Но Бог открыл эту дверь. Я сейчас в Юго-Западном регионе. Я на самом деле очень благодарен. Служить здесь, в Юго-Западном регионе, это на самом деле потрясающая возможность. Когда мы приехали в Ростов-на-Дону, в миссионерской команде у нас было первое собрание в ДК энергетики. Мы по обыкновению своему первые две недели, там или неделю, очень активно раздавали приглашения. Но одно из приглашений попало в администрацию города Ростов. И тогда позвонили директору ДК энергетика и сказали, ребята, нет, эти люди не будут у вас встречаться. Мы недовольны, что они в центре города снимают такой ДК и проводят там христианские собрания. И фактически они директору запретили. И мы не знаем, что делать. Целую неделю ты проведешь, у тебя первое собрание, начало церкви. Ты в Москве об этом молился, ты приехал в Ростов-на-Дону, об этом молился, ты думал, что Господь открыл эту дверь. Но тут какая-то администрация, ну какая-то, Ростов-на-Дону, пытается ее закрыть. Что произошло? Мы встречаемся с этим директором ДК, и он говорит, ребята, собирайтесь. Просто не афишируйте, что вы собираетесь в нашем ДК. И в последнейшем вещь, нам запретили проповедовать, ну может быть, пятницу-субботу перед воскресеньем, чтобы еще раз это приглашение не попало там не в те руки и так далее. Но на самом деле первое собрание в Ростов-на-Дону произошло. И там же, в этом ДК, потом в течение всей недели мы собирались на первые принципы, и крестилось пять человек после этих первых принципов. И церковь началась, и сейчас там церковь сто человек. И это на самом деле потрясающе. Если Бог открыл эту дверь, никто не может закрыть. Аминь. Даже если сейчас. Какие-нибудь врачи ставят тебе диагноз, говорят, что ты не жилец. Но если Небесный Отец говорит, живи, то ты будешь жить, несмотря ни на какие заключения, аминь, братья и сестры. Слава Богу. Слава Богу. И знаете, на самом деле это потрясающе, потому что Бог... Ладно, это потом. Аминь, друзья. Смотрите, здесь говорится, Я расскажу потом, да. Так говорит Святой и Истинный. Смотрите, так говорит Святой и Истинный, владеющим ключом царя Давида. Владеющий ключом царя Давида. В первой главе книги Откровения он говорит, у меня ключи от рая и от ада, говорит Иисус Христос. И вот, в том числе, секрет нашей свободы с вами, братья и сестры, верующие во Христа Иисуса, в том, что у Бога есть ключ от каждой закрытой двери. У Него это связка ключей. У Бога есть ответ на любой вопрос. И Бог дает тебе ключ. И ты открываешь. Если вы помните, в Матфея, 16 главе, 18-19 стих, там говорится, ты, Петр, и на этой скале я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее. И он говорит, вот я даю тебе ключи от царства. Иисус, который владеет ключами от всех дверей, передает эти ключи человеку. Передает эти ключи апостолу Петру. Почему мы чувствуем порой, что нет прорыва? Почему мы чувствуем порой, что мы столкнулись с запертой дверью? Что мы не можем никак двигаться дальше? Нам нужен ключ к этой области. Знаете, есть такое выражение, что для каждого человека нужен ключик. Но реально мы это поняли, когда мы, как ученики Иисуса Христа, обращаем и обращали людей вокруг нас, мы понимали, что для каждого человека нужен свой подход для того, чтобы донести ему слово Бога. Для кого-то это ключ внимания, для кого-то это ключ служения, для кого-то это ключ доброе слово, для кого-то это улыбка, для кого-то это угощение. Мы хотели открыть сердца людей для Господа и для Бога. И подбирали к этому ключи. И Бог давал нам через свою мудрость эти ключи. И люди обращались и обращаются до сих пор. Но здесь говорится вот что, что не только на земле Бог помогает нам открывать двери какие-то. Он говорит, даже небеса готовы открыться для нас. Я даю тебе ключ от небес. Я даю тебе ключ от Царства Божия. Нам нужно использовать эту связку ключей, которые передал нам Иисус Христос, чтобы наш мир, чтобы выйти из этой темницы, чтобы пойти дальше. Аминь, друзья. Глубокая молитва может быть ключом от небесного Царства. Или я помолился, и небо закрылось. Или я помолился, и небо открылось. И пошел дождь. Если ты перестал пользоваться молитвой в своей жизни и перестал в нее верить, я наверняка уверен, что сейчас ты стоишь перед запертой дверью. Потому что тебе нужно просто вспомнить, как Бог отвечал на твои молитвы, как Он открывал двери по твоей молитве, как Он делал чудеса по твоей молитве. Вспомни и пользуйся этим ключом дальше. Прославление, братья и сестры, прославление может открывать двери. Уныние никогда ничего не открывает. Уныние только все закрывает. Многие спрашивают, что делать? У меня нет радости, что во мне не хватает? Не ропщи. Прославь Бога. Возблагодари Его за свою жизнь, и ты увидишь, как для тебя откроются небеса. Аминь, братья и сестры. Избрание. Твое избрание – это тоже ключ. Твое избрание – это сила Божия, которая открывает перед тобой двери. Помни, что ты был призван когда-то Господом Богом. Ты не случайный человек в Его Царстве. Кто-то из вас был помазан на служение Господом Богом. Избрание – это когда идет перед тобой Бог во всей своей славе и силе и открывает перед тобой двери. Вот что значит избрание. Как часто мы говорим о слабостях и недостатках, как часто мы говорим о том, что силы нет, хотя в этот момент сила Бога пребывает среди нас. Библия говорит, там, где двое или трое, там и я с вами. Он не говорит, я буду, может быть, с вами. Он говорит, я среди вас. Сила Божия открывает двери. Познание, друзья, вот момент, не отрекаться от этой силы. Внимательное изучение Писания. Внимательное изучение Писания открывает двери. Я хотел вам рассказать историю обращения. Давайте поприветствуем. Это Таня Андрея Никитиной. Это классная пара. Они здесь. В прошлом году они всей семьей вернулись в церковь. Давайте их поддержим просто. Замечательный момент. На самом деле был долгий путь и непростой. Я расскажу про Андрея, потому что я с ним занимался Библией. И я очень благодарен за этого человека, потому что он просто вселил какую-то для меня, ну, просто это была хорошая новость для меня. И разговоры с ним приносили мне просто удивительное удовлетворение, потому что я видел, как меняет человека именно Слово Бога. Андрей крестился, давно уже крестился, и потом он ушел в православную церковь. И православная церковь прельщала и притягивала красотой храмов, глубиной православных мыслителей и так далее. И я знаю, что запахи, да, благовония. Все, все это очень красиво, все это классно. Но интересный момент, что Андрей признался, что он не находил полного удовлетворения там. И знаете, и в семье начались проблемы мощные, и неудовлетворенность духовная. И он сказал, все это мне, конечно, очень нравилось, но у меня не было двух вещей. Двух вещей. Первое, это ученичество. Второе, как это ни странно, не было Библией. Он говорил, я приходил на литургию, она заканчивалась, я говорил всем собравшимся по обыкновению своему, как это я помню было в церкви Христа, ну что, может быть, чайку, может, пообщаемся, может быть, поделимся друг с другом. И все говорят, ты что, все по домам пошли там и так далее. И Андрей говорит о том, что я читал много чего, и мыслителей, и богословов, и жития, и так далее, но я не читал Библию. И вот в какой-то момент я понял, что мне надо читать Библию. И как только, говорит, я открыл Библию, это меня привело в церковь Христа. И потом он сказал, у меня было два момента, когда я в своей жизни глубоко стал изучать Библию. И эти два момента каждый раз приводили меня в церковь Христа. Аминь, братья и сестры. Это классный момент. Внимательное изучение Библии, это открытая дверь. Вот все, что я до этого перечислил, плюс к этому открытая исповедь, пост в конце концов. Братья и сестры, все это, это познание нашего Господа. Вы заметьте, когда Бог, когда Иисус передал Петру ключи от царства. Что этому предшествовало? Этому предшествовало откровение. Это он предшествовало, когда он сказал, ты, святой, ты Христос, да, он сказал, сын Божий. Вот после этого откровения Иисус отдал ему ключи от царства. Он говорит, ты познал меня. Познание Бога – это основа для наших открытых дверей. Вы со мной, братья и сестры. Аминь, друзья. И следующий момент. Вот она, дверь, перед нами открыта. Вот мы видим, мы читаем, мы слышим, мы понимаем, мы верим в то, что Господь открыл для нас дверь. Он говорит это нам в Писании. Но следующий момент – это открытая дверь, она на самом деле является как возможностью, так и вызовом. Вызов открытых дверей. Вызов открытых дверей. Смотрите. Мы с вами говорили про Алькатрас, который в окошечке своей тюрьмы видели свободу, но не могли пользоваться ей. И это трагедия. Но еще большая трагедия, когда на самом деле ты сидишь в тюрьме, твои двери вдруг открылись, но ты не выходишь оттуда. Тебе привычно там. Помните, как в фильме «Панда кунг-фу»? Кстати, про кунг-фу. У нас на прошлой неделе Сережа Марин, давайте поприветствуем, выиграл чемпионат Москвы и Московской области по кунг-фу. Аминь, друзья. Классно, брат. Ты просто герой. Помните в мультике «Панда кунг-фу», когда он пришел, хотел освободить крокодила и быка. И он открывал им двери из тюрьмы, а те снова туда заползали, не хотели выходить. Они там сидели, говорят, оставь нас в покое, мы хотим здесь сидеть. Потому что там наружу опасность, там наружу мы не знаем, что нас ждет. А здесь как бы понятно, спокойно, комфортно и так далее. Когда двери открылись, но ты не входишь. Открытая дверь, братья и сестры, это не только возможность. Открытая дверь – это также и вызов. Если все двери закрыты перед тобой, если выбора никакого нет, признайтесь себе честно, что тогда жить как будто бы легче, проще. Тебе не нужно выбирать, тебе не нужно ломать голову, что делать. Твой путь уже определили полностью. Сюда нельзя, сюда нельзя, вон она дверь, иди туда. Но когда перед тобой открыты, то именно тебе нужно принимать решение. Аминь. Открытая дверь – это вызов. Если дверь перед тобой открыта, это вообще еще ничего не значит. Если дверь открылась, еще ничего в твоей жизни не произошло. Это только обещание Бога. Это только реальность духовная, которая у нас есть. Дальше дело за тобой. Что будешь делать ты? Именно ты должен решать, пойдешь ты в эту дверь или нет. Бог говорит своим ученикам, Иисус говорит, жатвы много, говорит он ученикам Иисуса. Хорошо. Вот оно обещание нам, жатвы много. Как вы реагируете на это обещание? Он говорит, дверь открыта, жатвы много. Что это рождает внутри нас? Что активизирует внутри нас? Легче жить с закрытой дверью, говоря, все закрыты, жатвы нет, никто не открыт, никому это не надо. И ты вроде продолжаешь жить дальше с этим убеждением и даже не пробуешь, говоря, что дверь закрыта. Но когда дверь открыта, это тебя очень сильно вызывает. Слово Бога так и действует. Он открывает, дает свободу, но дальше действуешь ты. Господь говорит, смотрите, вот я открыл перед тобою дверь. Обратите внимание, он говорит, дверь открыта перед тобою. Все возможности и вся сила Божия, все возможности, которые дает тебе Бог, они не взади тебя, они перед тобой. Это всегда твой шаг вперед, это всегда бросает тебе вызов, братья и сестры. Что я буду делать с этим дальше? Открытая дверь, на самом деле вызов открытой двери, это потрясающая вещь. Это потрясающая вещь. В человек проявляется, кто он есть на самом деле, когда он стоит перед открытой дверью и должен принимать решение. На самом деле человек начинает быть живым, когда перед ним открытая дверь. В нем проявляется, запускается какой-то процесс, который освобождает энергию. Мы вчера с моим другом Сергеем ходили в баню с утра. В бане, как гласит реклама, самая большая парная в России. Мы туда пошли, в эту баню, на самый первый пар в 9 часов утра. Я хочу вам описать, как это выглядит. 80 человек сидят в парной. Выходит человек, банщик, и говорит, я сейчас вам расскажу, что вас ждет. Он говорит, сейчас мы в раскаленную печь закинем 50 ковшей воды. То есть, братья и сестры, это просто очень много. Это очень много. Это первый такой запуск, который должен просто все раскочегарить. 50 ковшей воды. Пожалуйста, сядьте все на пол. Ляжьте все на пол, потому что если вы подниметесь, вы сгорите просто. Пожалуйста, говорит, не снимайте свои тапки, потому что они расплавятся. Если вам будет не в моготу, вы, пожалуйста, на четвереньках вот так вот выходите из этой бани. 80 человек, старики, дети, бизнесмены, студенты. Знаете, как они сидели? Вот так вот. Да, такие, знаете, как. И он такой с этим ковшом говорит, ну что, поехали. И все такие, да, да, поехали. Такие, знаете, это было потрясающее зрелище. Потому что вызов в этих абсолютно разных людей какую-то высвободил невероятную энергию. Я сделаю это, я войду в эту открытую дверь. Это шок. Или, например, я просто очень люблю и уважаю Сережу Кузьмина. Это пастырь юго-западного региона, на минуточку. Пастырь, который всех утешает. Человек молитвы, который месяцами молится за нужды наши. Человек, который всегда спокоен, мягок, уравновешен. Но когда он начинает играть в хоккей, в нем высвобождается невероятная энергия. Начинается жизнь. Он встает перед вызовом, перед открытыми воротами или там дверью, которые перед ним открылись. Амин, друзья. Это потрясающий момент. Открытая дверь. Но это наше решение. Вы помните самый такой яркий, яркая глава книги Исаия? Шестая глава книги Исаия. Седьмой, восьмой стих. Он коснулся им моих уст и сказал, вот это прикоснулось к твоим устам, твоя вина снята, и твой грех очищен. Затем я услышал голос владыки, говорящего, кого мне послать? И кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. Исаия, на самом деле для него было откровение. Помните, мы говорим, для открытой двери нужно откровение. Он увидел Господа, Бога. Он увидел, как одежда его сниспадает с трона. Он увидел серафимов, херувимов, которые летали и закрывали своими крыльями глаза. У него было Богопознание в тот момент. У него было там прославление Бога, которое для него открыло двери, потому что они летали и говорили, свят, свят, свят Господь Бог. У него было там очищение внутреннее от греха. Когда уголек коснулся его глупо, он говорит, ты очищен от греха. И это тоже открыло для него веру в общение с Богом. И вот, когда это все открылось для него, Бог говорит интересную вещь. Он говорит, кого бы мне послать? Кто бы пойдет там и так далее со мной? И вот, говорит, кто это сделает? Почему он не обращился к Исаии лично? Там кроме Исаии никого не было. Почему он не сказал, Исаия, иди? Или, по крайней мере, он бы спросил у него, Исаия, ты не хочешь пойти? Что-нибудь в этом роде, да? Он говорит, кто пойдет для нас? Кто это сделает? Это вызов для Исаии. Исаия мог слышать это и говорить, фу, слава Богу, меня не назвали, знаете. Мое имя не прозвучало там и так далее. Но Исаия, он освободился, он был свободен. И в этой своей свободе, когда он познал Бога, когда он участвовал в прославлении, когда все грехи его были причины, это мы, братья и сестры, с вами. И вот в этой своей свободе он сразу же ухватился за эту возможность, которую дал ему Бог. Он говорит, вот, Господи, я. Исаия, пошли меня. Перед ним Господь открыл дверь, и Исаия принял решение в эту дверь войти. Если открытая дверь послужит тебе, говорит он, то, Господи, я хочу в эту дверь войти. Аминь. Бог просто показывает нам, Он открывает нам дверь. Он показывает нужды этого мира. Он показывает нравственное разращение этого мира. Он показывает все проблемы этого мира. Он говорит, смотри. И дальше это наше решение. Что мы с этим совсем будем делать, как ученики Иисуса Христа? Как мы себя поведем? Мы увидели, что и что? Открытая дверь – это вызов. Но этот вызов рождает лучшее в наших сердцах, высвобождает энергию в наших сердцах. Первый момент, который мешает нам войти в дверь, это наш выбор, что дверь – это вызов. Второй момент, который мешает нам в открытую дверь войти, это потому, что сатана обманывает нас. Сережа чуть-чуть об этом говорил, я раскрою эту тему. Давайте откроем 2 Коринфянам, 2 глава с 10 стиха. Братья и сестры, вы со мной, да, изучаем Писание вместе. Слава Господу. Давайте откроем 2 Коринфянам, 2 глава с 10 стиха. Вы просто следите за мной. «А кого вы прощаете, того и я прощаю. А кого я прощаю, если ему действительно есть что прощать, то я прощаю ради вас перед Господом». Чтобы сатана не смог нас перехитрить. А намерение сатаны мы прекрасно знаем. И вот он говорит, «Когда я пришел в Троаду возвещать радостную весть о Христе, то Господь открыл мне дверь для служения. Но я не мог успокоиться, потому что не нашел там моего брата по вере Тита. Поэтому я попрощался с ними и отправился в Македонию. Поэтому я попрощался с ними и отправился в Македонию». Смотрите, интересный момент. Он говорит, «Я не нашел брата Тита своего, поэтому не смог войти в открытую дверь». Видно, что Павел на самом деле сожалеет о упущенной возможности. Он говорит, «Мне пришлось попрощаться с ними и отправиться в Македонию, хотя дверь для благовестия в Троаду, я прям видел, что она была открыта для меня. Но я не нашел Тита». Это еще один ключ на самом деле, братья и сестры. Наша община, наше общение друг с другом – это возможность открыть дверь. Почему Павел так страстно нуждался в присутствии Тита в тот момент? Потому что Тит должен был принести хорошие новости из Коринфа. Павел писал много посланий Коринфа, и там было много проблем и много грехов. И он хотел, чтобы Тит успокоил его. Иногда какой-то другой человек поможет нам открыть дверь, чтобы мы набрались смелости, убеждения и веры, чтобы войти в нее. Мы нужны друг другу, братья и сестры. Но вот смотрите, я хотел тут сказать, Павел в контесте говорит, чтобы сатана не перехитрил нас. А его замыслы для нас известны. Вы обратили внимание, что Павел не говорит, чтобы сатана не смог вас побороть? Вы обратили внимание, что он не говорит, чтобы сатана не смог вас победить? Он говорит, чтобы сатана не смог вас что? Перехитрить. Обмануть. И церковь Филадельфия Иисус сказал, Он говорит, помните, как в Иисусе церковь Филадельфии мы читали сейчас этот отрывок. Он говорит, Я знаю, что у тебя мало сил, он говорит, церковь Филадельфия, но все равно поставил перед тобой открытую дверь. Иисус, я верю, говорит это и нам сейчас, сегодня. Дело не в силе, братья и сестры. Не в силе. У Филадельфии было мало сил. Сатана не сильнее тебя. Мы только что прочли, что если Бог открыл дверь, никто не может ее закрыть. Ни дьявол, ни депрессия, ни травма, ничто не может закрыть эту дверь. Павел не говорит, чтобы сатана не смог вас побороть. Иисус однажды заявил, что Я победил этот мир. Победитель в этой битве уже давным-давно известен. Мы слишком часто отдаем сатане много чести отдаем. Много чести и много значения придаем, как будто бы у него так много сил, что он может победить Бога в нас. Это неправда. Проблемы не могут победить. Ты застрял сегодня, не поэтому на одном месте стоишь и не можешь войти в открытую дверь. Все осуждение, которое было против тебя, оно уже давным-давно прибито ко Христу. Бог уже открыл эту дверь. Павел начал 14 церквей. И здесь говорит следующее. Я не смог. Я не смог. Мне пришлось уйти. Почему ему пришлось уйти? Он говорит, я не смог успокоиться. Я не смог успокоиться. Поэтому я ушел. Я не смог использовать возможность. Как часто мы похожи на Павла? Когда Бог дает возможность быть хорошим отцом, любящим мужем, быть верным сыном Божьим, быть служащим христианином, но мы никак не можем успокоиться. Что-то постоянно мы как отвлекаемся. Великие вещи могли бы произойти в Трааде, но он говорит, мне пришлось попрощаться, потому что разумом я не мог успокаиваться. Враг настолько хочет сегодня поиграть с твоим разумом, настолько хочет перехитрить, что ты не можешь даже войти в открытую для тебя дверь. когда для тебя Бог открыл, ты не можешь наслаждаться этим моментом, возможностями Бога. Он хочет запутать твой разум сегодня, исказить твой взгляд. Ты не можешь даже достаточно сфокусироваться, чтобы начать молиться Богу, потому что сатана не дает тебе успокоиться в разуме. Он хочет, чтобы ты отвлекся на разочарование, на отсутствие результатов, на сожаление, на раздражение. И это на самом деле не его сила. Он таким образом хочет тебя перехитрить, потому что силы в нем нет. Сила, она у Бога. Если я открыл эту дверь, никто не закроет. Какая причина, почему дьявол стоит возле открытой двери? Как вы думаете? Какая причина, почему дьявол стоит возле открытой двери? Всегда. Потому что то, что находится за этой дверью, настолько важно для Бога и настолько важно для тебя, что он будет стоять там и попытаться тебя перехитрить. Не победить, именно перехитрить. Бог всегда ведет тебя к чему-то важному, и враг всегда будет в момент рядом, чтобы забрать это. Прошлый год, к концу прошлого года я просто анализировал свою жизнь и пришел к ужасающему выводу, что я на самом деле очень слаб духовно. У меня не было смелости. Я понял, что я потерял мечту. Я понял, что моя жизнь наполнена селенью. Я понял, что я просто как бы иду по накатанной, никаких не пытаюсь принимать решения. Я иногда присутствую на каком-то духовном мероприятии, а мои мысли где-то летают далеко. Я стал неспособен на жертвы какие-то. Я часто раздражаюсь. И в конце года, в декабре месяце, я просто настолько стал... Ну, я дошел как бы до дна такого внутреннего. Причем это, знаете, очень было похоже на гробницу по-беленному. Внешне у меня крестились люди, где я там кого-то наставлял, о чем-то проповедовал, делился, старался, делился открыть о своей борьбе какой-то там и так далее. Но внутри я видел, что это полно костей. И я тогда принял решение покаяться. Я принял решение о глубокой молитве, прям такой глубокой молитве. Я принял решение об изучении Библии. Простые решения, которые открывают двери для нас, о чем мы говорили до этого. Я, братья, принял решение о посте, чего со мной не было на самом деле больше года. Я целый год не постился. И как только я принял эти решения, проблемы на меня посыпались прям вот прям моментально. Как только я почувствовал, что жизнь возвращается духовной ко мне. Как только я почувствовал, что Господь начинает говорить со мной. Как только я почувствовал, что пост на самом деле меняет меня изнутри, тут как тут. Одна проблема. Люди, которые мы заотвечаем, проблемы в браке, вплоть до развода. Какая-то сестра сказала, что я не буду ходить в эту церковь, я буду ходить в другую церковь. Проблемы в семье, проблемы с верой, которая вокруг как бы начинается. Я понимаю, что Бог хотел открыть, хотел привести меня в лучшее будущее какое-то. Приготовил что-то для меня по моему решению, по моей вере. И тут как тут стал сатана для того, чтобы не победить меня, а перехитрить, сказать, слушай, может ты не те решения принимаешь? Может быть все напрасно? Может быть все тлен? Может быть все суета-сует? Может быть не нужно так прям поститься? И прям молиться? Видишь, какие проблемы возникают в своей жизни? Это обман. Это обман. Всегда есть дьявол на пути, но он не может закрыть дверь, которую Бог открывает. Спасибо вам за поддержку, друзья. Знаете, третий пункт, он очень простой, все мои пункты очень простые. Войти в открытую дверь. Войти. Для того, чтобы войти, нужно поверить. Веришь ли ты, что Бог открыл именно для тебя? Вот представьте себе, если бы апостол Иоанн сказал это не церковь Филадельфия, а юго-западному региону. Вот тут вышел бы апостол Иоанн и говорит, мне было откровение от Иисуса. Я поставил перед тобой в Москве открытую дверь. У тебя огромное количество возможностей, которые я для тебя приготовил. Если мы поверим, что он это сказал, тогда ты веришь в благорасположение Бога для тебя. Тогда ты веришь, что он действительно для тебя что-то приготовил. И эта вера связана с мечтой. Ты начинаешь мечтать. Ты начинаешь иметь видение, братья и сестры. Видение для себя, для кого-то другого, видение для этого города, видение для юго-запада Москвы, если ты веришь, что Бог действительно это сделал. Давайте откроем последний отрывок. 1 Коринфянам 15 глава 53-58 стих. Все тленное должно превратиться в нетленное, все смертное в бессмертное. Когда тленное обличется в нетленное и смертное в бессмертное, тогда исполнятся слова «Смерть поглощена победой». О, смерть, где твоя победа? О, смерть, где твоя жало? Жало смерти – грех, а силы греха – закон. Но благодарение Богу Он дает нам победу через Господа Иисуса Христа. Поэтому, мои любимые братья, стойте твердо, ничто не должно вас поколебать, всегда отдавайте себя полностью на служение Господу и знайте, что у вас труд для Господа не напрасен. В синодальном переводе написано «не дает победу, а дарует победу». Дарует победу. Знаете, это очень интересный момент. Мы всегда привыкли, что победу нужно завоевать. А здесь говорится, что Бог победу дарует нам. Он дает нам эту победу. Он уже победил. Что вам больше нравится, братья и сестры? 57 стих, где написано «Бог дарует тебе победу»? Либо 58 стих, где написано «Поэтому, мои любимые братья, стойте твердо, ничто не должно вас поколебать, всегда отдавайте себя полностью на служение». 58, спасибо. Мне тоже. Оба отрывка. Как мы на первых принципах говорили, оба крыла нужно, чтобы улететь куда-то. Интересный момент, что именно потому, что Бог дарует победу, именно из этого вытекает 58 стих. И поэтому, стоите твердо, то, что Бог вносит в наши отношения, Он дарит победу нам. Победу над грехом. На самом деле, братья и сестры, Бог даровал нам на кресте победу над грехом. Что может быть печальнее, чем крестьянин, которому Бог обещал победу, но при этом ты не одерживаешь победы над грехом? Он уже ее тебе даровал, а ты ей не пользуйся. Однажды я услышал фразу такую. Христиане несовершенные. Они всего лишь прощены. Вы слышали часто варианты этой фразы? Нет, мы христиане, мы совершенные люди. Вот все, что нас отличает от людей в мире, мы просто прощенные люди. Я слышал такую фразу. И знаете, с первой фразы, с первой частью этой фразы я вообще не спорю. Да, действительно, мы несовершенные. Но вот вторая часть, когда говорится, мы всего лишь прощенные люди, я не понимаю. Как будто бы к этому только все и сводится. Что мы, мол, ведем беспорядочный образ жизни, мы лжем, мы разговариваем, как все, мы такие же злые, у нас такие же стандарты, как у всех, но мы всего лишь прощены. И это единственное наше отличие. Типа, эй, пойдем со мной в церковь, моя жизнь такой же отстой, как у тебя, у меня такие же отговорки, как у тебя, у меня такие же никчемные принципы, как у тебя. Пойдем со мной в церковь, потому что я прощен. Вы считаете, что весь смысл христианской жизни заключается в том, чтобы упростить у Бога прощения? И все? Бог говорит, я даровал тебе победу. Сегодня прощенные воскресения. Да, Иисус умер за наши грехи и простил наши грехи, но Иисус Христос еще воскрес из мертвых и одержал победу над смертью. И Он не хочет, чтобы ты находился в могиле. Он говорит, ты вместе со мной воскреснешь из мертвых и одержишь вместе со мной эту победу тоже. Аминь, братья и сестры. Я часто, мне приходится просить прощения, но я не хочу сидеть вечно в этой яме. Мне нужно поверить, что эта дверь для меня открыта и что Господь одержал эту победу. Мне нужно в эту открытую дверь, что сделать, братья и сестры? Мне нужно в нее войти. Аминь, друзья. Вот послание, которое я хотел передать вам сегодня через эту проповедь, открытая дверь. Братья и сестры, пусть Господь благословит вас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Спасибо вам большое. Субтитры сделал DimaTorzok